Радуга 3 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 И среагировать нужно было быстро. И, как видим, Николаев показал, что с реакцией у него все в порядке. Наш голкипер в этом сезоне, на старте сезона, уже много-много раз демонстрировал, насколько он может оставлять команду в игре и давать своим партнерам определенные шансы на успех. Воспользуются ли ими футболисты в желто-зеленой форме? Посмотрим. После того, как Безинчук организовал первый голевой момент, сергевцы перевели игру на чужую половину поля. Максим Якушев решился на дальний удар издали, но пока у него не получилось. Чуть лучше с пристрелкой пока у футболистов из Безинчука. Опасный был момент на девятой минуте. Мяч над девяткой буквально пролетел. Ну и вот после этого сергевцы сейчас пошли вперед большими силами. Передача на Кирилла Григорьева. И Кирилл Григорьев на одиннадцатой минуте этого матча открывает счет. Подключился к нападению. Воспользовался точной передачей Ильи Чекванова. И направил мяч в дальний угол. ФК Сергеевск выигрывает со счетом 1-0. Вот смотрим с вами повтор. Никто не опекал Кирилла Григорьева. И двадцать третий номер забивает свой очередной мяч. Вот так вот Кирилл Григорьев у нас просто в огне последний месяц. Он настоящий заводила команды и ведет ее вперед. Владимир Сазонов недоволен тем, что попал в офсайт, как показывает, как считает арбитр. И едва желтую карточку за это не схлопотал. Повезло, что не схлопотал, потому что во втором тайме он желтую-то свою все-таки получит. Андрей Петров на левом фланге. Передача на Илью Чекванова. Чекванов делает то, что умеет лучше всего и лучше всех. Он врывается в штрафную площадь. А дальше, увы, бьет, но мяч пролетает над перекладиной. Если бы Илья Чекванов попал в створот, нет сомнений, сейчас был бы гол. Но гол вот сейчас к нам приходит. На восемнадцатой минуте Андрей Петров сделал передачу на Илью Чекванова. И девятнадцатый номер направил мяч в пустые ворота. Сергьевск начинает за здравие. Наш коллектив не только идет вперед, но и реализует свои шансы. И уже 2-0. Здесь защита Безенчука просто зевнула, зевнула рывок девятнадцатого номера. Илья Чекванов доводит преимущество футбольного клуба Сергьевска уже до двух мячей. Сейчас передача на Владимира Сазонова. Но вот здесь, увы, Владимир Сазонов как раз стремился на Андрея Петрова. Мяч довести, но защитники Безенчука прервали эту самую передачу. Что же Безенчук? 0-2 он проигрывает. Мы выигрываем. И поэтому сейчас футболисты в голубой форме пошли большими силами вперед. Удар головой последовал на мяч выше перегладины. Снова пролетел. Жара страшнейшая. Жара над стадионом. Ну и вообще в Безенчуке. Да и вообще в Самарской области была 22 июня. Поэтому редкие облака. Благо для футболистов. Ну а палящее солнце, конечно, доставляло больших проблем. Безенчукцы снова идут вперед. И вот здесь вот в столкновении с футболистом хозяев Александр Николаев получает повреждение. Тут же повреждение получает еще и Владимир Сазонов. И если Николаев поднялся сам, то Владимиру Сазонову пришлось оказывать помощь со стороны врачей. Но все-таки 14 номер также игру продолжил. А вот Николаев у нас получил достаточно серьезное повреждение. И оставшуюся половину и первого тайма, и второго тайма номер 33 проводил уже с небольшой травмой. Как, впрочем, и Сергей Махов мы видим. Хромает девятый номер. Да, газон, конечно, здесь на порядок ниже качеством, чем на других стадионах. И поэтому здесь комбинационный какой-то футбол демонстрировать просто нереально. Здесь то самое олдскульное бей-беги. Бей вперед, игра придет. Ну и посмотрим, как вот дальше будут развиваться события. По крайней мере, сейчас удар со стороны Максима Якушева. Но голкипер принимает его на себя. А вот здесь вот как раз выход 1 на 1 на 44-й минуте в исполнении. Хозяев поля и Николаев обыгран. И счет 2-1 в пользу футбольного клуба Сергеевск. Но преимущество, увы, уже не два гола, а всего лишь один. И под занавес тайма удалось Безенчукцам забить свой желанный мяч. Приближаются они к тому, чтобы набрать какие-то свои очки. Недалеко Сергеевск. Минимальное преимущество нашей команды. Ну и вот на этом первый тайм у нас, друзья, завершен. Сергеевск выигрывает, но только уже 2-1. Продолжаем, друзья, рассказ о наиболее интересных фрагментах матча 7-го тура первенства Самарской области по футболу среди команд муниципальных районов. Футбольный клуб Сергеевск в Безенчуке против местной команды 2-1. Мы выигрываем после стартовых 45 минут. Первый гол на счету Кирилла Григорьева. Дальше забил мяч Илья Чекванов. Все это было в стартовые 20 минут. Ну а затем на последней минуте Безенчукцы мяч 1 отыграли в быстрой контратаке. Выбежал игрок 1 на 1. Переиграл Николаева. И направил мяч точно в цель в наши ворота. 2-1. Преимущество не такое большое. Достаточно скользкий результат. Поэтому сейчас надо идти вперед. И большими силами сейчас Сергей Махов. Передача на Андрея Петрова. Но Петров в офсайт залез. И судья здесь уже дал свисток. После которого восьмерка наносила удар. Капитан команды ведет свою команду вперед. Ну а сейчас вот у футболиста Безенчука. Уже перешли на нашу половину. Поле несогласованные действия между Николаевым и защитником. Едва не привели к большущим неприятностям. Но на наше счастье все-таки не привели. Ну а это удар не опасный. Безенчукцы били из-за предела штрафной площади. Но Николаев с мячом выбивает его в поле. И снова в очередной раз мы констатируем, что выбивает он его не туда, куда хотелось бы его партнерам. Опасный был сейчас навес. Но защитники Безенчука справились. И мяч уже в центре поля. И мы наблюдаем вот ту самую борьбу. Борьбу, где комбинационный стиль не приветствуется. При первой же возможности вот так вот нужно бить. Направлять мяч вперед. Сейчас Максим Якушев был на острие. Да, десятка. Но мяч у нее выбили. И Максим Якушев не смог продолжить нападение. А здесь вот выше всех выпрыгнул Андрей Петров. И Андрей Петров замыкал эту передачу. Но мяч также выше цели пролетел. Здесь навеса стандартно, но голкипер на месте и выбивает мяч подальше. И вот такой вот стиль нападения у Безенчукцев. Сейчас посмотрим, справятся ли с ним наши футболисты. Да, большими силами все-таки удалось этих бегунков-то прервать. И Сергеевцы начинают очередное нападение. Последовала подача. Подача, которая до адресата не дошла. А вот здесь вот выход один на один. И снова наша оборона играет не лучшим образом. Ворота пустые. И 2-2. 2-2. Счет этого матча. Снова игрок Безенчука убежал в отрыв. И на 53-й минуте восстанавливает равновесие в счете. Хозяева реализовали две своих попытки. Великолепным образом их реализовали. И счет уже ничейный. И вот так вот имели мы достаточно уверенное преимущество, которое, увы, растранжирили. Что же будет дальше? Давайте смотреть. Играть еще очень много. И такое ощущение, что первые минуты после того, как счет стал 2-2, наши футболисты выглядели деморализованными. Получил травму Илья Александров. Пятый номер. И вместо него в игру вступил Антон Дмитриев. Антон Дмитриев сразу пошел на позиции нападающего. А вот здесь было достаточно опасно. Головой пробивал футболист Безинчука. Но мяч на наше счастье пролетел мимо цели. Еще один навес на наши ворота. Не лучшим образом играют футболисты Безинчука. Мяч в воздухе над штрафной. И вот здесь вот может быть опасно. И дали пробить по нашим воротам. И очень хорошо, что мяч полетел прямо по центру. А там позицию. Великолепную позицию. Великолепную позицию выбрал Александр Николаев. Ну и вот он голевой момент в исполнении Андрея Петрова. Петров бил вторым касанием. Бил, казалось, на исполнение. Но мяч угодил в перекладину. Да, вернейший был шанс сейчас у футбольного клуба Сергеевск. Наши пошли большими силами в атаку. Но эта атака прервана самим Максимом Якушевым. Максим Якушев получил желтую карточку. Зачем-то сыграл рукой. И, увы, увидел вслед за горчичником красную карточку. И футбольный клуб Сергеевск за 10 минут до финального свистка остался в десятером. Второе удаление у Максима Якушева. В этом сезоне крайне невразумительно играет десятый номер. И подводит партнеров по команде. Поэтому сейчас на последних минутах, на заключительных парах, конечно, нужно постараться отстоять, отстоять хотя бы ничейный результат. Два года подряд мы здесь выигрывали. Но вот сегодня сделать это будет уже чрезвычайно сложно. Правда, вот такой вот удар последовал из-за предела штрафной площади. Удар, который до цели не достиг. Ну и судья, арбитр матча, после этого дал финальный свисток. Илья Чеканов на ваших гранах. 2-2. Чеканов забил один из мячей. Еще один забил Кирилл Григорьев. Мы вели 2-0. Но, увы, упустили преимущество. И Безинчук к равновесию восстановил. Мы возвращаемся с ничьей. Результаты матчей седьмого тура на ваших гранах. Внимание, по двум причинам. Хворостянская звезда наш следующий соперник в рамках восьмого тура. И звезда поднимается на первое место в турнирной таблице. Ника позади, луч позади. Да, они рядом всего в одном очке. Как говорится, одно очко проигрывают. Но эта тройка стремительно уходит в отрыв. И сейчас она делает все для того, чтобы разыграть между собой медали. Сергиевск, наверное, в розыгрыше этих самых медалей участвовать не будет. Пока, по крайней мере, предпосылок к этому нет никаких. У нас 9 баллов, и мы на восьмом месте. За последние несколько лет, ну, я помню, за последние 4 года, самое низкое, куда мы опускались, это десятое место. Ну, а сейчас вот мы находимся на восьмом, да. Сейчас мы находимся на восьмом месте. Что же, будем надеяться, что в следующих турах наша команда будет подниматься наверх. Правда, для этого нужно витера переиграть в следующем туре. И на сегодня все, друзья. Это была игра. С вами был Митя Зурков. До новых встреч.